здравствуйте дорогие друзья мы сейчас находимся на аляске на вершине горы флэт топ это гора высотой около километра чуть больше мы только что поднялись на вершину это был очень тяжелый подъем крутая гора мы все мокрые за нами гнался туман и вот он нас уже догоняет пока он не пришел сюда мы с вами немножечко поговорим на одну интересную тему когда в нашей церкви проводится крещение у нас есть такой обычай все крещаемые рассказывают о себе делятся историями о своей жизни о том как бог привел их к себе и как их жизнь после этого изменилась когда я слушаю их истории я каждый раз восхищаюсь тем как бог действует в жизни разных людей я слышал множество историй о том как к богу обращались самые разные люди и отъявленные грешники и люди жизнь которая была достаточно добропорядочной однако всегда можно услышать что-то что объединяет все эти истории всегда можно услышать о том что после обращения к богу их жизнь стала лучше чище наполнилась смыслом они отворачивались от греха они очищались они обретали надежду радость находили смысл жизни из-за этого сдавали слава богу но знаете что любопытно я не знаю ни одного человека жизнь которого стала бы более чистой и наполненный большим смыслом в результате атеизма я никогда не слышал такого свидетельства что мол когда я был верующим я пил курил крал и прелюбодействовал но затем утратил веру и принял атеизм и тогда слава счастливому случаю и хвала теории эволюции я бросил пить и курить стал верным своей жене перестал халтурить на работе и ругаться матом когда я был верующим моя жизнь была потеряна атеизм наполнил мою жизнь светом и смыслом как здорово что я стал атеистом я думаю что если быть вполне искренним то такого вы никогда не услышите все-таки вера в бога связано с подчинением божьему нравственному замыслу а отходят от веры люди чаще всего именно по этой самой причине они внутренне хотят сбросить себя нравственные рамки их влечет грех и когда это влечение побеждает они начинают искать оправдание своей любви ко греху в том что принимают философию атеизма так сказано во втором псалме зачем метутся народы и племена замышляют тщетное восстают цари земли и князья совещаются вместе против господа и против помазанника его расторгнем узы их говорят они свергнем с себя оковы их посмотрите почему люди восстают против бога и хотят отвернуться от него они говорят расторгнем узы их свергнем с себя оковы их что же за узы и оковы такие которые люди хотят сбросить себя это божьи заповеди это божий нравственный закон это божье владычество как суверенного судьи над жизнью каждого человека именно по этой причине люди хотят уйти от бога именно поэтому они ищут для себя лазейку в атеизме или в какой-то иной философии которая позволит им оправдать их влечение греху однако экклесиаст напоминает всем нам веселись юноша в юности твоей и да вкушает сердце твою радости в одни юности твоей и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих только знай что за все это бог приведет тебя на суд